Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах состоялись съемки очередного ток-шоу. На Олимпии восседали психологи Анастасия Булгакова и Михаил Козлов, а также бывшие участницы Катя Колесниченко и Лиза Шароха. На ток-шоу обсудили отношения Саши Козиас и Кости Иванова, почему отношения в этой паре развиваются по кругу, бесконечные ссоры, расставания и примирения. Также поговорили о том, что Венцеслав Венгрыжановский и Катя Король не могут по отдельности устроить свою личную жизнь и не попробовать ли заселить бывших влюбленных опять вместе. К Андрею Черкасову пришли три девушки – Маша, Алена и Анастасия. Все они остались на проекте и собираются добиваться Андрея. Руслана Мишина и Семен Фролов заселились. Мы с Семеном безумно счастливы, нам хорошо вместе и это очень важно. А Женя Перец, так и не добившийся взаимности от Семена, сочиняет частушки ему в отместку, довольно-таки злые и обидные для Русланы. Зря Баяном любовалась, я в Семене ошибалась. Сказал я неприступная, мне подавай доступную. Мне бы девушку мощнее и в бедрах попышнее. Ухаживать мне лень, уж больно жмет ремень. На поляне разгорается скандал в семье Жемчуговых. Выяснилось, что Глеб переписывался ночью с Сашей Харитоновой, а также он с Сашей целовался. Правда, это был сценический поцелуй. Узнав об этом, Ольга устроила разборки. Илья Яббаров собирается наказать организаторов своего концерта в Саратове. Илья рассказывает, в Саратове творится беспредел, мошенничество и вымогательство. Все организаторы будут наказаны по всей строгости закона. Уже подтверждено, что было продано 600 билетов, а организаторы деньги так и не перевели. Подписчики комментируют его пост. 600 билетов, может 6, ты бредишь. Там в лучшие-то времена столько не продавали, а на тебя и подавно. Новая участница Ольга Райская очень активна в соцсетях. Ей приглянулся новенький участник Александр. Ольга пишет, все девушки по-разному располагают к себе парней, но путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Александр мне интересен, мы дружим. Он уделяет знаки внимания всем, но я его не ревную. Пусть делает выбор, а я пока приготовлю отбивные. Знакомые Вики Романец подтвердили тот слух, что она не встречается больше с Липовой. Это обычный пиар-ход, красивый уход с проекта с красивым успешным мужчиной. Как у Насти Киушкиной был уф, так и у Романеца Александр Липовой. Мальчики за это платят девочкам, у них прибавляются подписчики в соцсетях и, как следствие, увеличиваются доходы от рекламы. Даша Пынцарь окунулась в заботы о новорожденном сыне Давиде. Она пишет, мамочке знакомо, ритуал постирать и погладить – это единственное поверье, в которое я верю. Подписчики сразу же набросились на Дашу, все-то она делает неправильно, вещи, оказывается, нужно вешать наизнанку, сушить в помещении вообще недопустимо при малыше, а гладить белье утюгом – это прошлый век. Также Даша похвасталась тем, что ее младший сын уже поучаствовал в своей первой фотосессии, но фотографиями не поделилась. Это еще одна традиция, которую она соблюдает – лицо младенца нужно скрывать от посторонних глаз. Бывшая участница Лена Бушина отметила день рождения дочери Лауры. Ей исполнилось два годика. Поздравляем! На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!